Hello, kids! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о правилах употребления форм неопределенного артикля A и N и неопределенного местоимения SOME. Начнем с неопределенного артикля. Мы используем его, когда говорим о каком-то предмете впервые, либо говорим о любом предмете, а не о каком-то конкретном. Неопределенный артикль имеет две формы. Форму E и форму N. Этот артикль произошел от слова one, один. Вот почему он употребляется только в единственном числе перед исчисляемыми существительными. В чем разница между формами E и N? Артикль E используется, когда существительное начинается с согласного звука. Например, A dog, A book. N ставится перед существительным, которое начинается с гласного звука. Например, An apple, An hour. Важно запомнить. Выбирая артикль, обращайте внимание именно на звук, с которого начинается слово, а не на букву. К примеру, слово A uniform, форма, начинается с гласной буквы U, но согласного звука E, поэтому используется артикль E. А слово An umbrella, зонт, начинается с гласной буквы U и гласного звука A, поэтому используется артикль N. А теперь поговорим о неопределенном местоимении SOME. SOME употребляется перед неисчисляемыми существительными и существительными во множественном числе, когда мы говорим про некоторое количество предметов из всех существующих. К примеру, You need some milk. Тебе нужно немного молока. Важно запомнить. SOME употребляется в утвердительных предложениях. Например, There are some apples on the table. На столе есть яблоки. There is some milk in the bottle. В бутылке есть молоко. SOME также используется в вопросительных предложениях, которые содержат запросы и предложения. Would you like some tea? Не хотите чаю? А сейчас давайте посмотрим на табличку на экране и повторим наши правила еще раз. Неопределенный артикль. Мы используем его, когда говорим о предмете впервые либо говорим о любом предмете. Используется неопределенный артикль перед существительным, которое можно посчитать и стоит в единственном числе. У неопределенного артикля две формы. Первая форма – E. мы ставим его перед существительным, которое начинается с согласного звука. Например, a cake, a pizza, a sweet, a cherry. Форму N мы ставим перед существительным в единственном числе, которое начинается на гласный звук. an egg, an orange, an onion, an apple. Неопределенное местоимение some. Мы можем ставить перед исчисляемым существительным, когда имеем в виду некоторое количество предметов. Например, some balloons, some candles, либо перед неисчисляемыми существительными. Some popcorn, немного попкорна, some ice cream, немного мороженого. I hope you enjoyed our lesson. Goodbye.